Ежегодно отмечается Международный день памятников и исторических мест. Этот день также известен как День всемирного наследия. Праздник отмечается с 1983 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. В Южной Осетии большое количество архитектурных исторических памятников, храмы, древнеостинские святилища, средневековые башни, замки и многое другое. По имеющимся данным, в республике насчитывается около 1300 историко-архитектурных памятников, не считая те, которые сейчас пока находятся на стадии изучения, но планируют внести в реестр. Они являются культурным наследием государства и свидетельствуют о высокой культуре осетинского этноса, его древней истории. О том, в каком состоянии сейчас находится наследие нации, рассказала начальник отдела охраны памятников при Министерстве культуры Нелли Табуева. «Есть у нас памятники, которые внешне, посмотрите, вроде они целые, в хорошем состоянии, так визуально для обывателя, но на самом деле они все требуют ремонтных, укрепительных и консервационных работ. В таком виде, в каком они есть, оставить нашим потомкам. Если вот так вот говорить, что вот первоочередно можно было бы начать, это те церкви, которые имеют фрески. Надо спасать фрески. Вот что надо сделать на первую очередь. И я бы, например, начала с монастыря. Потому что монастырь, это 13 веки, фрески, они в очень катастрофическом положении, просто необходимо их спасать». Часть памятников исторических мест и заповедных зон были повреждены во время многочисленных войн. Но теперь их нужно восстанавливать и обязательно в своем первозданном виде, отметила Нелли Табуева. «Среди 1300 памятников, которые я упомянула, разновидные памятники, храмы, святилища, фортификационные сооружения, дворцовые комплексы, мемориальные памятники и так далее. И среди них есть такие, которые вообще можно было ввести в международный список охраны памятников. Есть такие. Это памятники зодчества. Допустим, в Тигвах есть храм Святой Богородицы. Также у меня есть и курта, монастырь». В столице республики также находится большое количество памятников бьюстов выдающимся деятелям, участникам боевых действий, рядом с которыми проводятся публичные мероприятия, посвященные знаменательным праздничным и памятным датам. «Памятники являются не только украшением и достопримечательностью нашей республики. Они рассказывают нам о событиях, о людях, которых нельзя забывать. Они являются частью истории. Именно поэтому нужно беречь уникальное культурное наследие». Сегодняшний праздник – повод еще раз привлечь внимание широкой общественности к вопросам защиты и сохранения различных памятников и исторических мест, объектов культурного наследия, в том числе и Южной Осетии. Агунда Гобозова, Александр Кощев, информационный выпуск. Сегодня.